Всем привет, всем доброе утро! Вы на канале Ученовы. Мы уже с утра отвезли Макса в сад. Максла. Макса в сад отвезли Полиночку в школу. А потом пришли в сад. Вспомнили, что перчаток. Перчатки забыли дома. Поэтому съездил домой, попил кофеек, перекусил, взял перчи. И сейчас быстренько отнесу Максу в садик. Потому что они пойдут гулять. А на улице у нас всего лишь 2,5 градуса тепла. Перчатки отнес. Максинка счастлив, довольный, что теперь сможет гулять в тепле. Привет! Доброе утро! Такое морозное достаточно, дико холодно. Все, пора переходить на зимнюю куртку. Мы с Моникой. Вот она. С самого утра приперлись в центр. У меня целый пакет реквизита. У нас контент, съемка. А что вы думали? Так все просто? Нет, конечно же. Кирилл уехал с самого утра по своим делам. Спал он на спине с пластырем. Очень у него болит спина. Утром говорит, ну, чуть-чуть лучше. Ну, вот. Ну, а сам он-сам он все расскажет. А мы идем в поисках красоты. Красного цвета. Красного цвета. Это с Моникой красный цвет у нас. Это чтобы у нас. Мы с Моникой участвуем в одном фотопроекте. И... Ну, она отдельно, я отдельно. И у нас есть задания домашние. Вот мы поэтому и приехали в центр с самого утра. Уж глаза слезятся капец. Мы уже возвращаемся. Ничего не снимали. У нас там даже цветы куплены для этого. Фотки в Инстаграме были. Сейчас я еду в магаз. Там уже Кирилл меня ждет. Не знаю, снимает, не снимает. Но едем в магазин купить картошку, овощи. Такое все. И он уже в другом магазине. Я знаю, что купил молочку и курочку. Господи, снимал. Чего? Я только что с вами говорил полчаса. И я ничего не снимал. Короче. Господи, что такое? Что за утро? Фух. Едет запись. Да. Идет. Короче, заехал в Депо. Мне нужно в Депо было купить сегодня ОСБ-листы. Маленькие. 93 на ось. 80 на метр 25. Их не оказалось. Мне нужно было. Толщина 8 миллиметров. Поехал с Сенукай. С Сенукай вообще таких листов маленьких нет. Обратно поехал в Депо. Заказал их на завтра. Завтра в 8 утра нужно будет забрать. Пока был в Депо. Это я уже говорю второй раз. Пока был в Депо. Позвонил Настюше. Спросил, может что-то купить из продуктов домой. Я сказал, купить там курочку, сметану, там молочко. Такое все. Сыр купил. маслом. Вот. И купил вот такие вот бутевроды. Такие вот фирмы. Food. Food on food. С лососем. Не берите. Невкусно вообще. Бле. А кто это приехал? Монечка приехала. Настюшка приехала. Блин, широко живут. Реально. Одна на Бехе, другая на Бехе, а я на Сиате. Пришли мы в Лидл. Да, для меня. Пришли мы в Лидл. Так как у нас четыре дня была терраса. У нас холодильник пустой. Сегодня нужно чуть закупиться. В Депо я уже был. Что-то купил. Сейчас Настюшка опять захламляет холодильник помидорами. огурцами. Никто корзину не взял, оказывается. Это что за морковка? Мы будем чуть померчить. Посмотрите, фишка Лидла. Лук. Лук уже почищенный. Евро 29. А этот, сука, стоит 75. Да, да, Макс, я отвез печатки. Давай. У Лидла раньше были акции красным цветом. Моника говорит, что это электрические. Они сейчас поменяются цветами. Да, я не разобрею. мне было, что он поменял цвет. Ну, ждем. Красный. Это когда они меняют. Ждем. Прошел час. Ждем. Да, что ты въешь? Ну, нет, черные. Нет, я тебе честно говорю. Клянусь. Уже разные огонечки, зима светки клад скоро. Разные итаки продаются в еду. Прикольно. Присаживаемся кушать. Вот такой у меня на сегодня обед. Такой легкий. Четыре яйца. Бутербродик. С сыром. Это у нас этот самый мягкий хлебушек. Блин, багет. Это у нас короче, еда. Все. И кофе. Я, кстати, совершенно забыл, что пока мы были в Риге, мне звонил мастер. По телеку телек сделали. Он менял модуль. Wi-Fi модуль. Короче, 70 евро за этот ремонт. Добрый день. Да, да. Я сказал, я по подъезду шел. Он сказал, что телек нам сделали. Сейчас мы едем его забирать. Смотрите, здесь перекрыта дорога. Прямо. Потому что у нас сегодня лачплэшадлиена. День лачплэшадлиена. И там будут шествия с факелами. Шествия, кажется, с центра будет. Ну, все-таки. Да, всегда с центра. Они идут как вот километра три пешком. Очень много народу. Взрослые, дети, пенсионеры. Ну, короче, всех попозь. Мы же сегодня видели уже некоторые группы садика. Они вот утром с Моникой в центре видели. Ходили факелы, свечи, родители, воспитатели. там прям толпой такой ходили. Свой мини, наверное, сделали. Мы едем, получается, вот в объезд. Едем забирать телек. Ты говорил? Да. Я уже на третий раз говорю. А, мы сегодня третий раз сказали. Да, это чтобы вы точно поняли. Бежим за сковородкой. Дома нету сковородок. Ну, новых нету. Старые есть, а новых нет. Не-не, а на старых неприятно готовить. поэтому нужно новое. Ну, что? Не, здесь дорогие. Я реально за 37 не буду брать сковородку. Что, спишь? Мне вообще все равно какая сковородка. Лишь бы новая. Но очень часто меняют. Ну, вот. Вас издаст. Это в подачу дается? Короче, берем две сковородки Петер Кук. И две крышечки. Две крышки. А здесь тоже есть крышки? Смотри. Можно взять. Короче, крышка, 2,50, 3 евро. Хоть каждый месяц меня их. Реально. Давай. Зай, мы с тобой как будто первый вечер жить вместе будем. Сковородки покупаем и крышки. Ну, что? Телек дома. Сейчас нужно взять и его просто поменять на спальню. Этот спальню, а этот вместо этого. телек работает, но полосы идут. Видите? Я спросил у мастера, почему такие полосы появились. Он сказал, что из-за того, что телек очень тонкий, уже какая-то, не знаю, матрица или не матрица, что-то там не то. И он сказал, что эти полосы, чем больше будете трогать телек, чем эти полосы появляться будут больше. Потому что все, Wi-Fi работает. Пускай висит. Не знаю, посмотрим, сколько у нас он продержится. Милиночка готовит салатик на всех. Этот ты так порезала больше? Я порезала, заправку сделала. Да, я добавлю спит. У нас все совместные. Ну, молодцы. Мы готовим вместе. Шикарно. Ага. Это что, Зая, где крышки новые? Вот я экономлю их. Это что? Короче, там курица под сковородкой. Здесь жарится картошка. Я в шоке. Не подними, покажи. Я не буду показывать. Давай. Да, это офигенно. Нафига мы покупали новые сковородки? Эти выкинем, сейчас новые возьмем. Соня. А вот новые сковородки. И новые крышки. И не знаю, и какие-то лепесточки. У нас по расписанию футбол пока Настюша с Миленой готовит кушать ужин вкусненький курочек, картошечку и салатик. Мы с Максимом позанимаемся футболом. Точнее, Макс позанимается, не я. Я просто посижу, покайфую. темнота. Темнота. О, радиаторы, радиаторы. Не надо тебе максимально радиаторы? Не надо? О, здесь ремонт происходит. Ого. Офигеть. О, проводка, все. Офигеть, что-то по-новому будет делать. Короче, я лоханулся. из-за того, что я вешал дома телек, я не посмотрел, что мне на WhatsApp пришли смски, не брал телефон часа полтора. Мы приехали на тренировку, закончили заниматься другие дети. Я смотрю, что из нашей группы тоже выходят дети из зала. Я такой сразу понял, что-то не то. Мы с Максимом переоделись, зашли в зал, все. Я такой тренера спрашиваю, мы что-то перепутали, и тренер сказал, что сегодня из-за того, что в школе происходят ремонтные работы, тренировка началась на час пораньше. И Макс такой расстроился, он так хотел сегодня поиграть в футбол, я тоже расстроился уже из-за Макса. Так что ничего, с тренером поздоровались. Да, Максимка? И сейчас займем в магазин, купим хлебушек на завтра и поедем домой. Но что делать? Виноват я, что не посмотрел WhatsApp. Так что надо почаще залезать в телефон и смотреть WhatsApp. Ужин, студию, курочка, салатик и картошечка. Как это будет вкусно, я уже представляю. Всем приятного апсета. всем приятного апсета. Всем приятного апсета. Слушайте, но я вообще на два дня выпала, конечно, из жизни, потому что я участвую в фотомарафоне и просто день и ночь думаю о фотографии, там что-то изучаю, учусь, пытаюсь сделать кадры, но утром вы уже это поняли, когда мы выезжали с Моней и поэтому как-то я пропала. Сейчас только вечером позанималась домашними делами. Не, ну, тоже и кушать же готовила, убиралась и стиралась. Сейчас очередную стирку повесила, все уже трыхнут. Кирилл уснул, но я его сейчас разбудила и наклеила ему пластырь вот такой на спине. Ему, кстати, он очень хорошо там погрел вчера и было легче. То есть становится точно не хуже, а именно легче. Надеюсь, завтра будет еще лучше. Друзья, советовали даже какие-то уколы выписать. Но, надеюсь, не так все страшно и будет все лучше и лучше. Все, на сегодня с вами будем заканчивать, прощаться и увидимся уже завтра. Пока.